Фосфор является необходимым элементом для жизни. Этот элемент участвует в круговороте веществ в водных экосистемах в естественных концентрациях. Избыточное попадание соединений фосфора с полей, со стоками ферм, с недочищенными или неочищенными бытовыми источными водами, а также с некоторыми производственными стоками, приводит к резкому неконтролируемому приросту растительной биомассы водного объекта. Особенно характерен данный процесс для малопроточных и непроточных водоемов. Происходит изменение трофического статуса водоема, перестройка всего водного сообщества, преобладание гнилостных процессов и, соответственно, возрастание мутности, солености, концентрации бактерий. В природной воде содержание фосфора около 12 мкг на литр уже вызывает автрафикацию, а определить в полевых условиях можно только сильные залповые загрязнения в мг на литр. Фосфор в твердой фазе в природных водоемах обычно находится в донных отложениях, однако может встречаться и в больших количествах сточных и загрязненных природных водах. Предельно допустимая концентрация фосфатов для питьевой воды 3,5 мг на литр, для вод рыбохозяйственных водоемов 0,2 мг на литр. При этом для вод рыбохозяйственных водоемов считается, что содержание фосфатов до 0,05 мг на литр характерно для олиготрофных водоемов, от 0,05 до 0,15 мг на литр для мезотрофных, а от 0,2 и более для эфтрофных. Сейчас мы будем определять содержание фосфатов в воде, вот у нас исследуем образец, с помощью вот такого вот набора от Visa Color Eco, тут открываем коробочку, здесь у нас есть инструкция, на обратной стороне шкала для калориметрического определения. И вот набор для определения, пробирочки по 5 мл, шприц и реагенты. Начинаем определять. Необходимо взять нашу подставочку, на которой будут держаться пробирки. Итак, с помощью шприца нужно набрать исследуемой воды в обе пробирки по 5 мл. Набираем. Далее, в одну, в первую мы не добавляем ничего, во вторую пробирочку мы будем добавлять реагенты. Вначале необходимо добавить 6 капель из пробирки номер 1. Важно добавлять так, чтобы не стекало по стенкам. Так, далее по инструкции нужно смешать. Затем необходимо добавить 6 капель из следующей баночки. Также необходимо смешать. Далее, давайте закроем и оставим образцы на 10 минут. Мы можем открывать наши пробирки. И сравнивать со шкалой. Прикладывая вот таким образом, двигаясь от наименьшей концентрации к наибольшей. Контрольная проба без реагентов, вот эта у нас, она прикладывается к цветной шкале. А та проба, в которую мы добавляли реагенты, прикладывается к нижней шкале. И идет сравнение цвета в обоих образцах. Так, видно сейчас, что в нижней пробирке вода темнее. В данном случае мы видим, что темнее водичка в нижней пробирке, а если сдвинуть сюда, то темнее становится вода в верхней пробирке. То есть концентрация, здесь соответственно еще будет темнее, то есть концентрация между данным и данным значением. То есть между 1 и 2 миллиграмм на литр. Да, это качественный анализ, калориметрический метод. Важно указывать диапазон. То есть в данном случае от 1 до 2 миллиграмм на литр. Сейчас мы с вами рассмотрим работу прибора фосфатомер Ханна для определения содержания фосфатов в воде. Итак, что у нас здесь есть? Вот у нас такая коробочка. Открываем ее и наблюдаем наличие. Вот собственно сам чекер. Обязательно у нас тут есть инструкция. Инструкция продана на английском языке, как все инструкции Ханна. Две пробирочки, потому что нам они обе понадобятся. И реактивы. То есть способ определения фосфатов в данном приборе калориметрический. То есть добавляются реактивы для изменения окраски. Прибор дальше по изменению окраски определяет концентрацию фосфатов. Также в наборе есть такая вот отверточка специальная для того, чтобы батареечку вставлять. В полевых условиях можно определить только сильные залповые выбросы загрязнения фосфора. То есть обычно сложно определить в полевых условиях прямо в миллиграммах на литр концентрацию. Для данного опыта мы приготовили раствор, в котором точно фосфаты есть. Для раствора мы взяли порошки стиральные разные, известных марок, в которых содержатся фосфаты. Но вот они опасны именно тем, что в них содержится фосфор. Он поступает со сточными водами. Если вы живете в населенном пункте, где не очень хорошие честные сооружения, то, скорее всего, эти сточные воды пронесут фосфор в водоемы. Тем самым способствует их загрязнению. Поэтому лучше, конечно, порошки с фосфатами не использовать. Итак, вначале мы включаем наш фосфатомер пустой. И ждем, пока он покажется один. Готов. Значит, он готов к работе. Откладываем его. Дальше набираем в одну из коветов. Вот показана меточка 10 миллилитров. Мы набираем 10 миллилитров образца. Итак, набрали 10 миллилитров образца. Закрываем ковету и вставляем ее в прибор. Закрываем прибор. И набираем. Нажимаем точнее. И он проводит измерение концентрации в воде без реагентов. Когда он остановится и загорится С2, тогда, получается, он будет готов к второму этапу. Вот. Он показывает нам сейчас С2 или также добавить. Что мы делаем теперь? Достаем ковету. И добавляем реагент в нее. Прибор не выключаем. Что нам нужно добавить? Вначале добавляем 10 капелек вот этого специального реагента. Написано, что он содержит серную кислоту, поэтому работаем осторожно. Капаем 10 капелек. Закапали. Готово. И второй реактив находится в пакетике. Нужно насыпать ровно один такой. Обращаем внимание на обозначение об возможной опасности. В связи с этим работаем в перчатках. Если нужно, затем помываем все. Засыпали. Затем нужно закрыть ковету. Осторожно и бережно встряхнуть. До полного растворения реагента. Как мы видим, цвет изменился. Мы видим, как работает калориметрический метод. Далее мы должны вставить ковету обратно в прибор. Необходимо нажать кнопку и подождать до тех пор, пока не пойдет отсчет времени. Отсчет времени пошел. И мы ждем, когда закончится отсчет по таймеру ровно 5 минут. Прошло как раз-таки 5 минут. И концентрация, которую мы сейчас видим на фосфатомере, это 20 мг на литр. Между прочим, очень даже немаленькая концентрация. Фосфатов в нашей трубной воде. И говорит о том, как много фосфатов в наших стиральных порошках. И лучше такие порошки, конечно же, не использовать. Ну и вот прибор довольно прост в использовании. И его можно применять для определения фосфатов в природных водах. Можно доставать нашу ковету, промывать ее, включать прибор. Такие экспресс-приборы не требуют калибровку. Сейчас мы будем исследовать содержание фосфатов в воде с помощью тестов полосок. Здесь указана концентрация от 0 до 2 тысяч с половиной частиц на миллиард. То есть, по сути, это от 0 до 2 с половиной миллиграмм на литр. В тубе имеются вот такие вот полосочки. И на тубе нарисована шкала, по которой мы будем определять концентрацию фосфатов. У нас есть пробирка. 10 миллилитров. Берем воду и набираем. Набрали до неточки 10 миллилитров воды исследуемого образца. Далее нужно достать одну полоску сухими руками и сразу же плотно закрыть крышку. Далее полоску нужно аккуратно сложить между квадратиками и длинным прямоугольником, чтобы правильно прошла реакция. Аккуратно, то есть не нужно сильно прижимать друг к другу. Вот этим концом мы будем вставлять в крышку. Вставляем крышку. В крышку вставляется для того, чтобы потом было удобно достать полоску из пробирки. И она там не застряла. Вставили. Теперь нужно 5 раз интенсивно перевернуть пробирку снизу вверх и следить, чтобы успевали все пузырьки спуститься сверху вниз и снизу вверх при переворачивании. Далее открываем крышку. Теперь нужно приложить пробирку к белому полю на тубе и сравнивать с цветом, представленным на тубе. Так, вот сейчас мы видим, что цвет окрашенного, цвет раствора изменился, он окрасился на самом деле за счет полоски, за счет реакции. Но раствор не посинел. То есть, если бы он был более синий, можно было бы судить о наличии фосфатов в более высоких концентрациях. Вот, можно посмотреть еще вот таким образом, что цвет раствора не посинел. То есть, так как метод анализа качественный, желательно указывать диапазон. И да, еще раз, 100 это частиц на миллиард, поэтому указывать тогда нужно было бы от 0 до 0,1 миллиграмм на литр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА